Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. Сегодня мы познакомим вас с интересными людьми, поделимся полезной информацией и расскажем о некоторых событиях культурной жизни нашего города. Лошади невероятно красивые, грациозные и, несомненно, умные животные. Даже простое общение с ними способно доставить человеку массу положительных эмоций. К счастью, на сегодняшний день находятся люди, которые своими силами восстанавливают пришедшие в упадок конно-спортивные комплексы. И таким образом дарят и детям, и взрослым возможность заниматься конным спортом и просто общаться с лошадьми. Вот как раз о таких людях мы и расскажем в нашем следующем сюжете. Светлые денники, автоматические поилки для лошадей, бетонный пол, целые стены и окна. Всего три года назад на месте развивающегося сегодня конно-спортивного клуба «Мариарт» царила разруха. И не потому, что руководитель существовавшего тогда пони-клуба не хотел содержать его в образцовом порядке, просто не хватало сил и финансирования. Лучшее, что он смог сделать, найти новых владельцев, которые вложили в это место гораздо больше, чем деньги. Они вложили сюда душу. Мария Панкратова – спортсменка и владелица лошадей, родом из Москвы. Впервые она попала на Рязанскую землю, а точнее в Рыбновский район, 10 лет назад, когда приняла участие вместе со своей лошадью во всероссийских испытаниях молодняка во вне иконеводства. Тогда же она влюбилась в эти места. Мне понравились люди, которые здесь. Они совсем другие, они добрее, они более отдаются своей работе. Я познакомилась с сотрудниками института, с группами, которые ведут плем работу, учет лошадей. По всей России же ведется этот плем учет до сих пор в институте, и люди съезжаются сюда. Здесь вообще когда-то был центр со всех городов, со всех частей, как в России. Люди съезжали сюда, и это была дорога и в спорт. То есть уж так получилось. Вник как отправная точка стала. Ну и для меня тоже все как бы перевернулось. Я по-другому стала смотреть на лошадей, на спорт. Стали другие интересы, задачи возникать. Марии по жизни следует правилу. Засыпай с мечтой, просыпайся с целью. Примерно так и получилось, когда ей и ее супругу Артему предложили попробовать возродить закрытый пони-клуб. Любого человека должна быть цель, да, ради которой ты будешь жить, что-то делать, а иначе теряется некий смысл жизни. Хотелось бы воссоздать то, что пришло когда-то в уныне, в упадок. Захотелось что-то светлое, что люди, которые видели эту конюшню 15 лет назад, приезжают и удивляются, приятно удивляются, говорят добрые слова. И говорят, ребята, вы такие молодцы, спасибо вам. Для детей они понимают, что дети получают удовольствие. Общение с этими богородными животными доставляет неописуемую радость. Это любовь. Если однажды полюбить лошадь, от нее невозможно отказаться. Мария и Артем вместе с полуразрушенной конюшней перешли и его жители. Взрослая лошадка и пони, которые когда-то готовили рязанских чемпионов. Причем и сейчас они в состоянии продолжить свою работу. Кого надо было подлечили, кого надо было откормили. И они могут нести нагрузку и катать детей, учить детей и дальше. Кроме пони, у нас свои лошадки появились, с которыми мы уже переехали на эту конюшню и продолжили развиваться. Все, что сегодня здесь сделано, сделано благодаря усилиям супругов. Создав нормальные условия и для животных, и для людей, они уже собрали инициативную группу, которая начала проводить занятия по верховой езде для юношей и юниоров, вывозить их на соревнования, устраивать экскурсии для школьников, а также абсолютно бесплатно катать детей на пони. Мы хотим детскую спортивную школу, мы хотим пони-клуб, чтобы дети с 6-7 лет уже могли понимать, что такое лошадь, что такое техника безопасности, что это сложно, но возможно. Это не только благородство и грация, это всесторонняя физическая подготовка. Несмотря на то, что Артемом и Марии сделано уже очень многое, есть куда расти. Так, например, для спортивной школы и пони-клуба необходим крытый манеж, но для этого нужны земля и немалые средства. В данный момент манеж, по словам директора института, признан непригодным для эксплуатации. Мы с апреля месяца туда не заезжаем. К сожалению, внести полноценные спортивные нагрузки лошади не могут без манежа. Перебиваемся, хорошо хоть зима в этом году снежная. Усилиями Марии и Артему была построена вот такая крытая бочка. Мощные фундаменты, стены защищают песчаный грунт от промерзания. К счастью, здесь могут тренироваться пони и лошади. Но для верховых тренировок на взрослых лошадях она не подходит. И здесь без помощи администрации Рыбновского района конно-спортивному клубу «Мариарт» не обойтись. Я хотела бы сказать спасибо Рыбновской администрации за то, что она всегда принимает участие в наших конных соревнованиях, которые проходят здесь на базе вне коневодства. Но, к сожалению, с этого года база вне коневодства не лицензирована для соревнований. И проведение соревнований с этого года у нас будет невозможным. И как бы хотелось, чтобы администрация приняла участие в этом. Может быть, у них зародится мысль построить крытый манеж для того, чтобы дети могли тренироваться, развиваться, продолжать выступать за Рязанскую область. Возможно, на сегодняшний день общение с лошадьми – это единственное, что может отвлечь молодёжь от современных гаджетов, виртуального общения и вредных привычек. Конно-спортивный клуб «Мариарт» вполне может стать центром досуга для молодёжи. А Мария и Артём готовы передать ребятам, в том числе из малообеспеченных семей, не только знание и опыт, но и любовь к этим благородным животным. Если вы планируете этой весной начать строительство собственного дома, то самое время задуматься о выборе и закупке стройматериала. Конечно, девушкам эта тема не сказать, чтобы очень близка, но тем не менее, даже мне стал интересен небольшой экскурс в строительный мир, который провёл для нас руководитель кирпичной компании «Брикус». Итак, вы собираетесь строить дом. И, конечно же, первое, о чём вы задумаетесь, какой материал выбрать для строительства. В новом шоуруме кирпичной компании «Брикус», которая работает на вокзальной 61, вам помогут определиться с этим нелёгким выбором. Газосиликат, порезованная керамика или керамзитобетон. Здесь вы можете приобрести все эти материалы, и здесь же узнаете об их достоинствах и недостатках. Так нужно учитывать, что газосиликат обладает низкой марочной прочностью, даёт усадку и плюс ко всему. Этот материал имеет большую остаточную влажность. Вот построили вы дом из газосиликатного блока. Во-первых, вы не можете приступить к его отделке в тот же год. Вы обязательно должны закрыть этот материал. Если вы построили коробку из газосиликата, не облицевали её кирпичом, либо не оштукатурили, не окрасили, то газосиликатный блок, как губка, впитывает в себя всю относительную влажность из атмосферы. То есть он забирает её всё внутрь. Если вы облицевали кирпичом, хорошо, осадки уже будут защищены. Но вся влага, которая осталась в газосиликате просто после выпуска, материал, она до сих пор находится в стене. То есть что вам нужно сделать? Вам нужно весь периметр растеклить, накрыть крышей и включить отопление. И при отоплении, при таком доме, должен стоять минимум полгода, для того, чтобы вся влага, находящаяся в стенах, вышла. А вот порезованная керамика, которую производят в том числе и на Рязанском кирпичном заводе, обладает и большей марочной прочностью, и плюс ко всему этот материал является экологичным. Есть керамика мелкоформатная, вот как, например, вот такой двойник, который производится на Рязанском заводе. Это керамический камень, который в себе заключает 2,1 стандартного кирпича. Отсюда название 2 и 1 НФ. 100% глина, которая выходит порезованной. Порезованная означает, что у него внутри есть дополнительные пустоты, в которых содержится воздух, и он является еще дополнительным теплоизолятором. Этот материал практически сухой. У этого материала в отношении, относительно газа силиката, очень низкое водопоглощение. Даже если мы такой камень положим в воду, он наберет в себя очень мало влажности. Из-за этого такие дома можно не... Допустим, вы построили стены, их можно не облицовывать в этот же год. Он в себя много воды не возьмет. Эти дома можно сразу штукатурить, потому что этот материал уже практически сухой. Он не дает усадки. Кроме того, выбирая этот материал, можно реально сэкономить. Я уже говорил о продукции Рязанского кирпичного завода. Это керамический камень 2.1НФ, а вот его старший брат. Это называется крупноформатный керамический порезованный блок. В чем между ними разница? И тот, и тот материал изготавливается абсолютно одинаковым способом. Просто за счет того, что этот крупноформатный, вы кладете его, и он заменяет в себе 12 кирпичей обычных. Маленький заменяет 2, это заменяет 12. Меньше растворных швов, выше скорость работы. Кроме того, кирпичная компания Брикус предоставляет огромный выбор облицовочного кирпича различных цветовых гамм и фактур, как зарубежных, так и отечественных производителей. Причем последние не уступают по качеству европейским материалам. Мы являемся в Рязани представителем некоторых кирпичных заводов, на наш взгляд, самых передовых. Одним из таких заводов является кирпичный завод Брайер. Хочется рассказать об его облицовке. Вот у меня в этой руке керамический кирпич концерна Винербергер. Стоимость такого кирпича исчисляется в евро. Соответственно, все котировки, сейчас которые есть, мы можем понять, что этот кирпич подорожал вдвое. Он и раньше не был дешевый, там цена была от 30 рублей выше. Сейчас, чем больше стоит валюта, тем больше стоит сам этот кирпич. На сегодняшний день его цена от 40 до 50 рублей. Вот кирпич, причем это полноразмерный кирпич по сравнению с этим тульского завода Брайер. Если мы посмотрим на эти кирпичи, то разница по лицевой части между ними абсолютно минимальна. А вот в цене более чем в два раза. Если облицовочный кирпич выбран, но вы хотите придать кладке изысканность, можно поиграть с цветом растворного шва. Для этого существуют специальные смеси Квик Микс немецкого производства. Большое разнообразие цветовых гамм, использование новейших технологий, высокое качество. Поверьте, на растворном шве экономить не стоит. Кирпичная компания Брикус – компания полного цикла. Это значит, что в одном месте вы можете приобрести абсолютно все материалы для строительства, начиная от железобетона и заканчивая кровлей. Кстати, в этом году компания Брикус начала заниматься продажей мягкой черепицы. И на сегодняшний день является эксклюзивным представителем американского бренда «Овенс Корнинг» в Рязани. Мало того, мы сотрудничаем с многими проверенными бригадами, которые занимаются укладкой тротуарной плитки, возведением домов. Можем кого-то порекомендовать, проконтролировать даже при желании. Ну, соответственно, стараемся оказывать полный спектр услуг. И еще немаловажно, мы можем разработать проект вашего дома. То есть мы можем начать вообще с нуля. То есть вы приходите к нам либо с проектом, который вы нашли где-то в интернете, либо у вас просто есть какие-то желания. Вы с нашим архитектором садитесь и начинаете работать. Причем все первые консультации абсолютно бесплатные. Более того, если вы приобретаете стройматериалы завода «Браер», то один из 40 проектов домов, представленных в их каталоге, вы можете получить абсолютно бесплатно. Но это если очень кратко. Более подробную информацию можно получить здесь, в шоу-руме кирпичной компании «Брикус» на вокзальной 61, напротив вокзала «Рязань-1». Или же на сайте «Брикус-дефис-резань.рф». На нем вы найдете все о новинках в мире строительных материалов, фотоотчеты, узнаете о скидках, а в разделе «База знаний» прочтете множество полезных статей. Ну что ж, это все, что мы хотели сегодня вам рассказать. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова